Эта колонна российских военных прорывалась из Дробышева в сторону Лимана, но, вероятнее всего, они не знали, что уже находится в окружении. Украинские бойцы устроились здесь, на этом месте, на них засаду. Можете обратить внимание, количество погибших российских военных. Все пишем в село, нумерацию, передаем всю эту информацию. Сейчас представители гуманитарной миссии Груз-200 тросом срывают тела, для того, чтобы проверить, нету ли под ними мин. После этого грузят их в пакеты и будут вывозить. Территория вокруг Лимана еще довольно опасная. Очень много мин. Вот одна из них. Это противотанковая мина. Здесь в посадках также много противопехотных, поэтому ходить здесь нужно очень осторожно. Шандрыгалова. До войны довольно крупный населенный пункт. Свой дом культуры, церковь. За время оккупации, боевых действий и сейчас наступательной операции здесь не осталось практически местных жителей. Мы находимся в центре села и видите ни одной живой души, только животные. Я просто смотрю, что осталось от нашего села, которое процветало у нас. У нас детский садок, школа. Школа была вообще у нас в районе, может быть, лучшая. Сейчас вообще не меньше. Это садик в Шандрыгалова. Только что военные нашли вон там тело, но в пакете. Неизвестно, кому кто это был, кому принадлежит. Это военный или гражданский. Что вы говорите, что тело за мешком на голове, да? И скотчем обмотано. Ну, если бы свой, они бы его привезли. А значит, может, питали, может, расстреляли.